Ко всемирным летним студенческим играм уже построили 30 абсолютно новых объектов, всего же их более 60. Большинство из них уже принимает спортсменов, как например комплекс Акбуре. Накануне там стартовал чемпионат Российской Федерации по тяжелой атлетике. Слово моему коллеге, спортивному обзоревателю вестей Евгению Евневичу. До старта универсиады остается все меньше и меньше времени, а потому следом за журналистами. Готовность города проверяют и сами спортсмены. Для этого в столице проходят специальные тестовые мероприятия. Например, в эти дни готовность Казани инспектируют тяжелоатлеты. В столицу приехало почти 200 штангистов из 33 регионов страны. Поистине сильнейшие люди России. Из них выявят лучших, разыграют 15 комплектов медалей. 7 у женщин и 8 у мужчин. Но главное, старт в Казани одна из последних возможностей забронировать путевку на студенческие игры. Не в качестве зрителя. Отсюда отберутся еще полсостава и вся группа будет готовиться к универсиаде. Первый состав, первые полкоманды как бы уже отобран по итогам чемпионата Европы, где замечательно выступили. Я думаю, что все должно быть нормально. А первое место в общекомандном зачете как, вполне реально? Вполне. Вполне. Основные соперники на универсиаде по-прежнему азиатские страны. В Китае два года назад россияне были единственными представителями Старого Света, кто попал в первую семерку итогового медального зачета. На универсиаде в Шэньчжэне наши тяжелоатлеты завоевали 4 золота, 2 серебра и 1 бронзу. Уступив в общекомандном зачете лишь Китаю. На играх же в Казани от россиян ждут уже первого общекомандного места. Ведь, как говорится, дома и штанги помогают. Некоторые с той золотой плеяды Поднебесной вновь поборются за награды и в столице Татарстана. Как, например, действующие чемпионы Геннадий Муратов и Андрей Диманов. Медали высшего достоинства, говорят тренеры, стоит ждать и от девушек. В числе претенденток наша же Надежда Лихачева. Пока она травмирована, тем не менее, на предуниверсиадский тренировочный сбор уроженка Бугульмы поедет. За женскую сборную скажу, будем стараться к этому же результату прийти. Может быть и побольше. Как сложатся обстоятельства, как наши основные соперники, китайцы, будут готовы. Только после соревнований можем к этому знать. Последний этап отбора в сборную, он же чемпионат России, завершится в столице Татарстана 2 июня. А уже через неделю лучшие тяжелоатлеты страны отправятся на заключительный сбор, который пройдет в подмосковной Рузе. Евгений Вневич, Алексей Захватов. Вести Татарстан.